То есть бегает и не устает? Она и дома носится. Она сегодня отжимала, сняла папу на коленках. Маленький дефект на сердце не даёт о себе знать, но вызывает беспокойство. Врачи и неполадки обнаружили почти сразу после рождения девочки. Первое серьёзное обследование показало открытое овальное окно. Достаточно распространённый диагноз. Обычно к году жизни исчезает самостоятельно. Но с Машей этого не произошло. Сейчас ей почти два. За консультацией приехали к кардиологам в Иркутск. Здесь уточнили. У малышки открытый артериальный проток. Перед тем, как пошли в садик, приехали делать УЗИ. Детский сад, чтобы идти. Вот нас обнаружили на УЗИ. Вот кардиологу нас отправили. Но всё равно страшно. Боимся. Короткий сосуд расположен между аортой и лёгочной артерией. Именно на лёгкий, с возрастом, сердечный порог даёт самые тяжёлые осложнения. Поэтому устранить дефект лучше всего в раннем возрасте. Делают это без разреза грудной клетки. При помощи небольшого прокола и специальной спирали. За год в Центре кардиохирургии Иркутской областной клинической больницы маленьким пациентам выполняют более ста таких операций. Если его не оперировать вовремя, то проблемы будут уже у взрослых людей, у молодых, работоспособных. Проявляются они одышкой, лёгочными проблемами. Работа физическая уже у него невозможна. Занятия спортом, физкультурой. То есть здоровый образ жизни ему уже будет недоступен. Операцию сделают бесплатно. А спираль, с помощью которой врачи закроют артериальный проток, необходимо оплатить родителям. Цена спирали 95 тысяч. К сожалению, родители Маши не могут оплатить её сами. Поэтому они обратились за помощью в Росфонд. Нам не хватает на сегодняшний день 87 тысяч. Помочь Маше может каждый отправьте смс со словом «Дети» на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей. Реквизиты для перевода также есть на нашем сайте. Маргарита Кислицына, Артура Щупкин. Новости АЭС Байкал-ТВ.